Здравствуйте! В эфире городские встречи. Сегодня у нас в гостях Георгий Парублев, руководитель Рязанского автомобильного сообщества. Здравствуй! Здравствуйте! Рада видеть тебя в нашей студии. Вспоминаем сейчас, как начиналась твоя деятельность общественная, как вы, твои люди, объединили столько автомобилистов в Рязани, как вы появились сначала просто в социальной сети и теперь перешли в город. Давай сегодня об этом с тобой поговорим. Откуда взялась идея, что за замысел, случайно ли это, специально ли это? Это абсолютно случайно. У нас же всегда говорят, что лучшие идеи появляются внезапно. Появилось это абсолютно случайно, наверное, когда полтора года назад я познакомился с основателями сообщества Никитой Николаевым и поговорили о том, что в принципе у нас нет ни одного такого крупного масштабного автомобильного сообщества. Есть в регионе автоклубы отдельные. Общего никто ничего не создавал. И Никита начинал уже работу в этом направлении. И как раз в октябре 2014 года мы все-таки решили выйти на региональный уровень, то есть начать создавать сообщество масштабное, глобальное. И людям эта идея понравилась буквально за два месяца активной работы в социальных сетях, в интернете, между своих друзей. Мы распространили информацию. Людям стало интересно. И вот, наверное, за полтора года во все это выросло. Разрослись. Ну да. Да, в принципе, я, по крайней мере, я в сообщество вступил и начал я лично вести свою деятельность, когда там было порядка 200-300 человек. Сейчас уже, если память не изменяет, на сегодняшний день 39 тысяч. Ну, изначально отзывы были, скажем так, разные, да? То есть разброс был такой. Кто-то не понимал, зачем какие-то предупреждения, где сотрудники полиции стоял. Кто-то смеялся над какой-то тонировкой. То есть какие-то мелкие такие дрязги были. Сейчас уже, наверное, вспоминаешь об этом и смешно. Я больше скажу, сейчас все это есть. Оно как было тогда, так есть и сейчас. Но в отношении этих резонансных ситуаций, они есть, будут всегда. Есть люди, которые нас поддерживают. Спасибо им за это огромное. Есть люди, которые нас не очень поддерживают. Иногда они понимают, зачем мы это делаем. Им еще большее спасибо, потому что благодаря им мы действуем еще уверенней. И у каждого есть свои вкусы. У каждого есть свои какие-то взгляды на жизнь. Угодить всем мы не можем. Мы выбираем общие направления деятельности. Мы слышим водителей в общем. И действуем в рамках, наверное, общей, более обобщенной информации. Большое дело, великое дело. Такая вот ваша деятельность, скажем, она не общественная. Она на добрых начинаниях. Кто-то где-то сломался, кому-то нужна помощь на дороге. Это же вообще великое дело на самом деле. Мы назвали этот проект «Лига добра». Запустили его практически сразу, как только сообщество начало функционировать. И результаты есть, и результаты очень большие. В первоначальном этапе приходилось мне лично самому по полдня колесить по городу, помогать водителям, выкладывать фотографии в интернет о том, что смотреть надо, помогать и так далее. Со временем люди эту информацию просто усвоили. И первоначальные, кстати, реакции были очень странные. Люди не понимали, почему подъезжает машина, оттуда выходят два молодых человека, предлагают помочь безвозмездно, абсолютно. Съездить за бензином, дотащить на тросик и так далее. Конечно, благодарили. И людям это понравилось. Люди поняли то, что могут быть полезны другим, и поняли то, что человек на дороге, в первую очередь, если у него есть возможность, он может помочь. Потому что не знаешь, сам зачастую едешь по городу и не знаешь, что по трассе идет, не знаешь, когда ты сломаешься. И всегда в этих моментах думаешь о том, что остановится ли и поможет кто-то тебе. Но мы очень рады тому, что, наверное, последние месяца, прям четыре, я езжу по городу, я практически не вижу машин на обочинах. Если стоит машина там на Северной окружной, на обочине, обязательно кто-то уже стоит. То есть люди начали помогать уже в стандартном режиме, уже без призывов, без всего. И мне кажется, это очень большое дело. Этот опыт, кстати, перенимают другие регионы. Мы общаемся с ребятами Стула, с Владимира, с Липецка. И они запускают похожие, подобные проекты. И результаты везде, тенденции положительные. Вы сейчас уже вышли за рамки сообщества. Вы уже вышли в город. Вы уже пошли по кабинетам. Расскажи об этом пути. По поводу пути абсолютно получилось все случайно. Вот по весне снова наши любимые проблемы с дорогами. Автомобилисты начали жаловаться. В прошлом году мы проводили акции. Раскрасть город в яркие краски и так далее. Но в этом году уже ситуация была настолько критична, что мы понимали, что вот эти все акции, они в принципе не приведут ни к чему кардинальному. Плюс опыт имеющийся у нас, он все-таки дал о себе знать. Мы решили то, что надо с проблемой, с ситуацией работать по месту. Работать с теми людьми, которые принимают определенные решения. И пытаться решить проблему совместно. Не вступая в резонанс с властью, с правоохранительными органами и так далее. А наоборот объединиться и всем вместе решить эту проблему. Начали искать пути решения и абсолютно случайно, наверное, за день до молодежного форума «Урбания» мне позвонил мой знакомый, подписчик сообщества, Саша Лукин с молодежной администрации. Позвонил мне и пригласил меня на форум «Урбания». Сказал, что там будет глава администрации, можно будет ему задать вопрос. Мы, само собой, я этой возможностью не воспользоваться не мог. Мы бросили все дела, и я поехал на форум. Приехал глава администрации, я задал ему два вопроса. Касательно ремонта дорог и касательно обеспечения безопасности дорожного движения, ситуации с северной окружной дорогой и, в принципе, ситуации с дорожными происшествиями на территории региона. Глава администрации мне на мои вопросы ответил. И мы донесли эту информацию подписчикам и, наверное, заняли такую выжидательную позицию. Но что будет дальше? Реакция не заставила долго ждать. Буквально через дня три координатор проекта «Урбания» мне написал в социальных сетях. Пригласил на встречу уже с главой администрации, где присутствовали активисты разных направлений. Ну и в рамках этой встречи по результатам форума «Урбания» с Олегом Евгеньевичем мы уже обсудили более конкретные вопросы. Нашли общие точки соприкосновения и начали активно работать. То есть после этого большое количество встреч главой администрации прошло с должностными лицами, которые занимаются этим вопросом. Мы все-таки, я с уверенностью могу сказать, что донесли желание водителей до руководства города. И теперь работаем, взаимодействуем в этом вопросе совместно. Причем, что очень приятно, получаем обратную связь от администрации достаточно-таки правильную и верную, что самое важное. В частности, как проходит эта работа? Работа проходит очень, пока сложно, наверное, напряженно. Пока не налажено еще немножко, да? Непривычно. Она, да, наверное, больше непривычно. Потому что не стоит забывать то, что у нас помимо общественной деятельности есть еще и семьи, есть еще и основная работа. И совмещать сейчас это все очень тяжело, тем более в преддверии летний период, тут каникулы у детей и так далее. Просто, наверное, мы не ожидали, что будет такой большой объем информации, и с ним приходится работать очень много. Буквально за последнюю неделю мы сократили свое время до 4 часов сна и до постоянной обработки информации. И информацию подписчики сбрасывают регулярно, да, то есть фотографии, отчеты, но не всегда она бывает достоверной. Вот это очень плохо. Как с этим бороться, пока мы не знаем. Но пока работаем по методу просто отсеивания информации. Не говоря сейчас о качестве дорог, да, мы в первую очередь в любой своей деятельности, я привык думать о людях, а потом уже обо всем остальном. Больше всего, что нас сейчас вводят в резонансное состояние, это отсутствие дорожных знаков, ремонта дорог. Потому что зачастую дорожники работают посередине дороги, ни знаков, ничего, ровно так же, как накопали ям, нарезали. Ночью автомобили едут, и само собой это может служить причиной дорожно-транспортного происшествия, ровно так же, как и какой-то более критической ситуации. Поэтому на это обратим очень сильное внимание. Ну что ж, Георгий, я желаю тебе, твоим коллегам, твоим друзьям успехов. Жду тебя в нашу студию уже с первыми результатами. Я уверена, что они не заставят себя долго ждать. Успехов в работе. Это была программа «Городские встречи». Мы с вами увидимся совсем скоро. Оставайтесь с нами. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»